здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай певненко и сегодня мы поговорим о программе которая так удачно стартовала до начала пандемии затем пандемия внесла свои коррективы в общем обо всем об этом и о том как программа вышла сейчас на новый уровень а программа это активное долголетие в подмосковье они нам сегодня расскажет наш гость заурбек аланович мамсуров директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации люберецкий здравствуйте заурбек аланович добрый день встречались мы с вами когда все только начиналось когда все было хорошо и все это было еще до пандемийный период и программа активно стартовала было много сделано было много всяких скажем так намечено планов вот давайте мы оттолкнемся сейчас от пандемии потому что она она же не похоронила полностью идею как это все происходило слава богу конечно нет но этот проект пару раз останавливал свою деятельность так как старшее поколение более болезненно перенесло пандемию и поэтому два-три раза останавливая полностью проект какие-то периоды когда обстановка становилась более благоприятной разрешалось проводить активности на свежем воздухе на сегодняшний день программа полностью функционирует и в помещениях и на свежем воздухе и все активности которые были топ-10 изначальные и новые активности они на сегодняшний день все функционируют в полном объеме ну мы естественно поговорим обо всем об этом но вот когда люди ушли на пандемию вы получали какой-то ну как ушли до самоизоляцию к сожалению вы получали обратную связь что вот и хотелось бы а вот нельзя и наверное даже какая-то может быть конфликтность было но тем не менее вы как что вы говорили своим скажем так участникам этой акции надежде на то что там пройдет какое-то время они вернутся в строй конечно каждый день получали большое количество звонков а но старшее поколение отнеслось с пониманием потому что наше учреждение по сути перепрофилировалась мы работали если так можно сказать наравне с медициной мы даже возили к видных больных в медучреждении мы доставляли продукты как социальная медицина с когда социальные работники наши и все наши сотрудники они полностью участвовали в пандемии именно в плане помощи гражданам то есть если человек не выходил из дома у него было подозрение либо сама болезнь то мы доставляли продукты помогали мы участвовали в жизни города именно непосредственно на телефоне все сотрудники всегда были то есть фактически вы перепрофилировались работали с тем же контингентом как говорят таких случаях только вот в связи с новой этой ситуации много мы научились кстати конечно дало это какие-то плоды я думаю да потому что это был новый вызов для нас мы никогда с этим не сталкивались то есть по сути с утра это работа колл-центра в обед эта работа обычного доставщика вечером эта работа наравне с медициной и координация врачей координация специалистов водителей и так далее то есть полностью работы совершенно другой характер приобрела а вот коллектив который работал сначала по одной программе потом вынужден был перестраиваться не разбросала его по жизни не все сохранились все сохранились потому что главная задача нашего учреждения это прежде всего помогать людям а какой вид помощи мы не выбираем иногда этому ну даже искаж называется подбрасывать вносит свои коррективы и так была пандемия вы поработали безусловно всем и тогда каждый на своем как говорится боевом посту старался понять когда это закончится и так далее и тому подобное вот нашлось вам применение важно и серьезно но потом сейчас вот фактически мы из него из этого скажем так состояния вышли хотя говорят что так периодически надо быть аккуратным тем не менее да вот проходил форум петербурге и там даже были какие-то определенные но если не ограничения то а способы безопасности скажем так на сегодняшний день вот с чистого шлиста все началось когда фактически стартовала обновленная версия активного долголетия в подмосковье пост пандемии на я думаю можно этот год считать этот год да вот и что как работы давайте напомним активности которые уже существуют это был изначально топ-10 активности до в которые входили пение творчество танцы скандинавская ходьба физическая культура экскурсионные поездки бассейн рисование и так далее плюс гражданам дали на выбор еще возможность дополнять те активности которые бы они хотели и добавились такие активности как литературное искусство такие как сельское хозяйство его можно так назвать но это домашнее хозяйство растение водства растение водства цветоводство даже можно так сказать да то есть это литературные вечера это они относятся к искусству это более относится к летним видам активности зимние добавились такие как катание на коньках то есть до добавились командные виды спорта баскетбол волейбол в некоторых муниципальных образованиях настольный теннис настольные игры то есть все что граждане старшего поколения предлагали все это учитывал а то есть это были не только как бы ваши скажем так инициативы но это конечно и их прежде всего люди что хотят люди что хотят а как этого делать вы как-то раздавали опросные листки или как как это обратная связь по во первых портал был портал до электроны во вторых соц опросы велись на бумажном носителе в третьих есть телеграм-боты телеграм-чаты где также каждый может оставить свое пожелание свое видение той или иной активности освоили уже телеграм посвоили дети помогают кто не освоил они поэтому по прибавившимся активности мы можем видеть что люди активно участвуют в этом и дают свою рекомендацию ну а давайте тогда напомним или уточним на сегодняшний день что кто может принять участие в программе активное долголетие это какой возраст со скольки он начинается так понимаю что высшего предела нет но вот с какого возраста 55-60 женщины мужчины соответственно 55 женщина 60 мужчина так и вот человек он что должен как-то дать о себе знать стать на какой-то учет и раньше это носила заявительных характер то есть человеку один раз в год нужно было написать на листе а4 заявления сейчас это уже упростили даже ничего писать не надо ноль бюрократии так сказать достаточно иметь либо мобильное приложение так либо прийти своими ногами к нам в учреждении в клуб активного долголетия либо на любую активность глава объявить себя до главное иметь с собой социальную карту чтобы ее могли отсканировать что человек участвовал в этой активности и данный гражданин сразу же становится участником данного проекта то есть исходя из социальной карты как документа до специального в данном случае для активного долголетия это фактически документ для участия потому что ну мы можем конечно представить себе супер активного участника которые там и там и там и там но какое-то ограничение есть вот сколько он например он хочет и волейбол играть и в бассейн ходить и на литературное чтение посмотрите ограничение зависит только от состояния здоровья человека и от конкретной активности например вот экскурсионные поездки наш сотрудник это медицинская сестра она обязательно с ними ездит и сопровождает их то есть я считаю это самым грамотным подходом потому что этот человек сможет оказать не дай господь первую медицинскую помощь да то есть дорога потому дороги да конечно иногда экскурсии очень длительные это три четыре часа до дорожная ситуация все это учитывается поэтому все зависит от конкретной активности если это скандинавская ходьба которому например недавно фестиваль проводили но естественно мы учитывали возраст самых старших граждан и отдельно им и вода выдавалась и с ними люди шли которые рядом могли проконтролировать и старались уводить их больше от солнечных лучей потому что давление и так далее самочувствие могло ухудшиться то есть везде учитывается именно конкретной активности а так человек в принципе может участвовать во многих добра где пожелает ну потому что есть конечно ярко выраженные спортивные скажем так до направления а есть уже скажем больше вот пения творчество и так далее и как вы считаете удалось ли вам на сегодняшний день выйти уже из вот этого постпандемийного то есть но как у нас говорят цифры как бьются у вас возвращается или еще нет я думаю еще нет еще в голове у людей у некоторых есть страх ну мы с этим работаем мы обзваниваем граждан плюс не все люди еще узнали об этом к сожалению и вот как вы что вы делаете для того чтобы они узнали об этом совместно с администрации города мы сейчас запланировали многие рекламные плакаты проекты обзвоны также наших сотрудников плюс медучреждения пенсионный фонд мы везде стараемся оставить какую-то рекламку на бумажном носителе чтобы человек информативно мог подойти чтобы он мог увидеть вкратце все на то что он претендует абсолютно бесплатно ну и вот сейчас пользуюсь до нашей программы завершая первую часть во второе может более подробно поговорим обо самых активностях вот чтобы вы сообщили тем людям которые вполне возможно смотрят нас сегодня может быть это бывшие участники которые как вы говорите пока еще боятся выйти из этого состояния и те кто еще ничего не пробовал вот значит как им действовать я думаю им нужно вставать прежде всего так идти к нам участвовать не бояться звонить послушать слова своих соседей возможно своих друзей подруг которые уже поучаствовали и получить просто положительные эмоции то есть часто люди один раз ездив на экскурсию потом говорят а я хочу попробовать все ну да ну и мы же всегда даем право если человек сходил куда-то ему ну например там не понравилось он потом может выбрать друг другую до конец активности другую локацию и получить там удовлетворение кстати по разбросанность или как так сказать по возможности какие-то люди зрелого возраста хочется чтобы поближе как-то было насколько эти точки активности располагаются в городском округе именно если любят собрать он более-менее протяженный город если сравнивать другими городами подмосковье в принципе на территории практически всех любилиц есть активности возможно образно если это какие-то танцы где преподаватель конкретно заинтересовал граждан то может быть здесь негодование до что один гражданин живет на другой стороне любилиц а этот преподаватель преподает на другой стороне то есть вот так с таким мы сталкивались ну тут уже да такая история значит любите другого преподавателя или к ездите к этому или например йога а то есть она ведется в двух местах в городе в одном из них мы сейчас с вами находимся здесь преподают и это не такое популярное направление среди инструкторов но среди получателей именно социальных услуг это пользуется популярностью но пока на сегодняшний день две активности и мы видим что весь город хочет заниматься йогой ну мы сейчас во второй части поговорим именно об активностях более подробно на сегодняшний день вы довольны уже тем как вот все таки вливаются новые силы я имею ввиду новые клиенты которые приходят и становятся участниками проекта вот буквально сегодня например мне поднял настроение мой сотрудник когда он сказал что вот на экскурсию удалось 17 новых людей которые вообще не слышал об этом проекте в нашем муниципальном образовании удалось их привлечь и вот я обрадовался думаю ну то если эти 17 то каждый еще одного-двух людей новых приведет ну да такая уже почти геометрическая прогрессия может быть поэтому напомню что говорим мы о проекте губернатор активное долголетие в подмосковье я так понимаю сейчас московской области если говорить в целом да то есть этому уделяется много внимания все участники проекта выходят до из этого пандемийного периода и будут на накиды какие-то даже соревнования может быть будут проходить между или пока его просто занятия идут даже буквально я повторюсь мы проводили фестиваль скандинавской ходьбы так это было в виде соревнования но призы получили все потому что обидеть мы никого не можем понятно да то есть вот проводим обеда главная участие главная участия каждому было приятно то есть первые десять мест образно получили спортивные костюмы кто-то получил медали кто-то получил грамоты никого не обделили но я так понимаю что такие же соревнования можно участвовать и в гуманитарном скажем направлении там конкурс песни конкурс часов там конкурс а это мы каждую неделю участвуем периодически и мы даже побеждаем и призы привозим к нам обратно в город плюс мы сами проводили здесь конкурс между всеми городами подмосковья и сами дарили призы вот это было примерно 7 месяцев назад в том году и вот получился хороший то есть это не только про просто участие а можно даже еще поставить себе определенные цели и бороться за определенные места за призы конечно напомним что заурбек аланович мамсуров гостях у нас директор а комплексного центра социального обслуживания и реабилитации люберецкий говорим мы о о программе активное долголетие в подмосковье сейчас делаем небольшую паузу а затем поговорим более подробно где наши уважаемые наши уважаемые скажем так будущие победители спортивных состязаний и всевозможных гуманитарных фестивалей смогут принять участие вот в новой уже обновленной программе напомним что эта программа открытый диалог у нас гостях директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации люберецкий заурбек аланович мамсуров мы говорим сегодня о вернувшийся так скажем из небольшого отдыха программы активное долголетие в подмосковье в первой части мы вспомнили то что было до пандемии о том как работали участники этого проекта я имею до тех кто его делает во время пандемии и о том как потихонечку проект выходит из этого состояния и вот это слово так как активное долголетие понятно что есть слово активности то есть там где человек может себя проявить вот давайте начнем со спортивных историй и потому что те люди которые когда-то занимались спортом и занимались ему в течение всей своей жизни и им легче например прийти до дед ну они понимают свой организм если люди которые когда-то занимались им кажется что я сейчас тоже могу заняться волейболом но прошло какое-то время то есть вот какие спортивные активности существуют и какой отбор как можно попасть вот в ту или иную спортивную активность ну например если разобрать эти активности дата взять бассейн так люди которые увлекались до этого плаванием всю жизнь плавали отдыхали на море неважно да просто умели плавать сейчас у них есть возможность ходить в бассейн бесплатно люди которые впервые решили попробовать то есть это не глубокий бассейн у всех есть возможность люди которые просто по рекомендации врача начали гоните бассейн не потому что им нравится бассейн а потому что они к нему нейтрально относятся но есть врач который сказал что вам бы не помешал процедуру да как обычная процедура даже не на себя спортивный характер то есть никто рекордов там ставить не собирается это всем понятно плюс положительные эмоции это же все-таки вода вода приносит положительный там а я понимаю приходят люди и как-то расписывают по группам да потому что ну выделенные часы выделенные через до данном случае это территория фитнеса в люберсов на побратимов и у них есть часы которые они ходят это в основном утренние часы потому что старшее поколение любят с утра чем-то активно под вечером те кто с работой приходит и даже уже и в принципе это логично чтобы выстраивать так программу чтобы не мешать остальным чтобы те часы когда бассейн простаивает лучше в нем будут люди которым нравится с утра плавать до чем которых это вот просто удовольствие они да там тренировки так хорошо игровые виды спорта которых вы рассказывали как здесь проходят игровые виды их можно разделить на два подпункта так скажем то есть это настольные игры что касается настольного тенниса настольного бильярда и так далее то есть маленькие настольные игры это не требующие какой-то супер физической подготовки никакой серьезной активности где там давление у человека может подняться и так далее и есть другие активности это уже связанные с большим спортом да если так его можно назвать кавычках но в данной нашей или командные виды спорта баскетбол волейбол футбол и так далее здесь конечно же это их можно назвать молодые мужчины потому что мужчины в 60 лет я не считаю по нынешним временам да да если до 30 молодежь то в 60 я пускал даже зрелые мужчины зрел и до которые могут в принципе в удовольствие провести футбольный матч волейбольный матч баскетбольный матч и чувствуют себя прекрасно улыбаются и так далее здесь конечно же все по самочувствию человека по его внутреннему состоянию желанию и так далее все это учитывается некоторые кружки берут справки о определенных людей до в плане того что ему не запрещено мерят давление и тогда есть какое-то присутствие медиков рядом конечно везде это бывает это все учитывается медиков просто людей которые давно в этом заведении работают и следят за этим то есть не обязательно чтобы человек был свое с высшим медицинским образованием ну а вот кстати люди персонал вы же эти активности вы договариваетесь как с какими-то спальнили инструктор везде есть тренер который все это контролирует ведет активность вносит участников на каждую активность то есть везде есть ответственный человек мне не просто так пришли и каждый своим занимается именно везде расписание по каждой активности указан номер телефона сотрудника этого и его фамилия имя отчества ну и этот сотрудник как правило работает в этом спортивном заведении так хорошо ну понятно по ходьбе мы тоже же вы если скажем так уличные виды спорта до выхода на скандинавская ходьба самая популярная это все стадионы города это парки то есть свежий воздух спокойная обстановка опять-таки никто никакие рекорды не ставит все проходит свое новое не нужно особо рекорд нужно получить положительные эмоции это самая главная задача вот кстати если мы уже сейчас говорим о спортивной активности дальше уже будем говорить о других насколько они пользуются популярностью почему потому что все таки мы воспринимаем сам проект как проект людей как мы уже выяснили зрелых и иногда кажется ну как неужели пойдет там настольный теннис играть или вольну в шахматы да ну да там не знаю в бильярд а вот то есть набираются команды вот такие нормальные спортивные команды и на ходьбу тоже с удовольствием записываются конечно набираются вот смотрите взять любой дом многоквартирный там же все равно есть люди которые любят хорошо провести активно время этот проект им позволяет никуда не ехать не договариваться с товарищами образно ехать в москву уехать на какой-то стадион достаточно просто пару раз прийти познакомиться с новыми людьми и заниматься активно что называется шаговая доступна все в шаговой доступности все удобно просто новые люди это единственный минус а может быть и плюс новые знакомства а еще вот такой момент коль мы говорим да спорте понятно что какие-то инструментарий должен быть свой а какой-то но и за если волейбол там сетку же надо чтобы она натянута была кто занимается вот этим оборудованием на примере вот скандинавки смотрите у нас закуплено порядка двухсот-трехсот пар палок даже по мозгу был дума выделила папа палки тоже в подарок то есть мы всегда дарим гражданам это не проблема все есть весь инвентарь есть лишь к прийти до в прошлом году нам также выделили деньги для клубов активного долголетия чтобы купить шары для гимнастики палки и так далее то есть все это есть инвентарь весь есть а есть такие соревнования спортивная вот спортивный так сказать комплекс предложенный активном долголетии где могут поучаствовать там с детьми с внуками знаю семьи семейные какие-то варену все же нет то есть все таки это старшее поколение старше пока все для старшего поколения старшего поколения но я думаю что в дальнейшем к уже программа наберет обороты тогда может быть будут какие-то пересекающиеся до потоки потоки хорошо но теперь говорим о том что то есть спорт это замечательно опять же мы говорим это не значит что есть чек выбрал только спорт он не может пойти уже там не знаю в литературный кружок но есть люди которые до выбирать себе конкретно вы дать по гуманитарным пойдем активностям что там из старенького сохранилась и что из новенького еще раз новинка литературное мастерство появилось а что такое литературное мастерство это какие-то вечера которые проводят преподаватель образно посвященные например сегодня день рождения там александра сергеевича пушкина собрались люди которые фанаты его творчества и они сегодня кто-то хочет процитировать его произведение кто-то хочет прочитать его биографию кто-то хочет рассказать какую-то историю и так далее обрыватель как модератор моделирует а также готовят для людей какой-то стенд готовить какую-то информационную базу но не запрещает никому участвовать проявлять инициативу то есть этот день посвящен именно литературе а тематику уже задает преподаватель договариваясь с людьми внося это в расписание конкретную тему и так далее то есть это вот из нового и из нового еще можно выделить театральную мастерскую а раньше этого тоже не было то есть можно спектакль просто легко например вот буквально в течение недели будет в орехово-зуево квн да и все могут принять участие все команды активно долголетия любого муниципального образования там уже тур определенный финал вышли команды и так далее то есть то есть жизнь кипит даже если и мне так кажется что туда она побольше людей до записываются если сравнивать со спортивными активными я думаю на сегодняшний день да да потому что все-таки там ну не столько физическая загон от загрузка да сколько вот развлекательное что моральное и духовное песенное да есть какие-то студии это из старого то есть пение никуда еще просто по старому пройдемся на поле старого это у нас осталось вот пение осталось творчество творчество это когда наши граждане что-то своими руками делали вышивают вяжут оригами вышивание вот мы например 3d ручки закупили еще два года назад из 3d ручек очень много крутых изделий реально крутых изделий делают наши граждане то есть это зонты это велосипеды да то есть вот небольшого формата велосипед но он сделан из 3d ручки из пластика это сделала например бабушка который там 75 лет как интерес да и дают формочку на основании этой формы она делает то есть очень много подделок которые делают своими руками и на результате это приятные опять-таки положительные эмоции а время работы как она оговаривается опять же каждая активность имеет свое время то максимум это 45 тире час вот за это занятие люди должны что-то сделать но потом перерыв до или нет потом эта активность завершается и только на следующий день а она будет опять но я так понимаю что если брать общий график в которую в новую да как контролируете весь процесс то есть каждый день где-то что-то в сразу в каких местах происходит сколько активности может работать одновременно так вот в городе если кнопки перри пересекали рака 50 в день порядка 40 50 в день и тут мы выходим и на еще такой разговор кто мой частично уже коснулись этой темы кто работает кто этот коллектив который за всем следит все расписывают то есть все кто вам скажем так подчиняются напрямую напрямую мне подчиняются мои сотрудники санты для про нашего учреждения но их не так много в основном в этом участвует конечно же муниципалитет городского округа то есть это комитет по спорту комитет по культуре то есть это все библиотеки все культурные центры все фоки все вот такие заведения как триумф да то есть а клуб активного долголетия где также сотрудники работают в основном это конечно муниципалитет такая сильная машина как городской округ ну и поэтому в общем как мне кажется проще договориться решить конец расписать скажем эти дни сделать расписание график понять куда может быть еще кому-то дополнительного если что-то там спрос рождает предложение то есть заявка есть пожелание есть какое-то письмо от активного гражданина мы это учитываем и вносим это ну и в завершении нашей программы вы получаете сейчас уже новую обратную связь вот всех участников что пишут что говорят чего хотят что еще у вас в планах вот смотрите например хотят сильно очень еще бассейн то есть вот я вам сказал что один бассейн функционирует а в других частях городского округа бассейны не функционирует потому что нет муниципальных на сегодняшний день ведется диалог чтобы во всех восьми бассейнов договориться договориться и сделать добрые часы чтобы они пошли на встречу с администрацией договорились и люди могли ходить во всех частях городского городского округа то есть это на милина краскова на сторона любили эта сторона это вот одно из таких как сказать наиболее очередных то есть в очереди люди стоят которые хотят попасть бассейн понятно ну и я так думаю что много всевозможных заявок вы их рассматриваете исходя опять же как вы сказали от спроса от возможности предложения так далее все это превращается в проект который мы сегодня обсуждали в течение нашей программы активное долголетие в подмосковье проект создан для того чтобы не просто там как некоторые от продлить жизнь а продлить удовольствие жизни вот две больших раз делать жизнь интереснее сделать жизнь интереснее заурбек аланович мамсуров был гостем нашей сегодняшней программы спасибо большое директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации люберецкий ну а те наши телезрители которые может быть стесняются или все никак не могут возвратиться из пандемийного периода попробуйте уже программа работает приходите записывайтесь выбирайте свои активности и у вас все обязательно получится с вами был николай пивненко программа открытый диалог всего доброго и и и и